всем привет с вами проект soul finder и сегодня мы с вами едем в грецию и сегодня мы с вами встречаемся с человеком алфавитом и его новинкой так сказать зум фрик 3 3 фрики ну о них мы говорим уже спустя несколько месяцев после релиза и самое главное мы преодолели порог невозврата мы рассказали о первых кроссовках team от я не со то есть его второй линейки так сказать потусторонний и сегодня вот мы поговорим о флагманах для грека флагманы для грека сделаны такими очень нестандартными очень креативными и я напомню с чего началась его линейка в принципе ему сделали то очень хорошие базовые кроссовки они были бюджетными там был баллончик двойной и лёша швед у них играл и играет ему очень нравится потому что это были классные кроссовки на вторых уже там пошел такой креатив кроссовки начали подходить не всем и вот появились третье третье кроссовки сто процентов вообще не для всех их нельзя назвать бюджетными в том смысле что они не дешевые в россии но тем не менее они остаются бюджетными для америки в сравнении с каким-то лебронами или джордан ретро которые любят покупать ну вы поняли кто любит их покупать и поэтому я не сы третье ну они скорее всего в основном для яниса я сейчас попробую показать на этих кроссах почему для него они могут быть намного лучше чем для меня для вас и его вообще ничего не смущает ну и самое главное конечно получает за деньги деньги не маленькие поэтому его ничего не должно смущать по контракту ему все должно нравиться поэтому давайте сейчас чуть поглубже опустимся в эту модель и попробуем посмотреть на ее строение то самое нестандартное котором я сейчас и говорил значит что у нас есть корпус корпус это просто текстиль текстиль из синтетических волокон который вот под таким углом похож чем-то рип стоп но это не рип стоп это прозрачный он средне вентилируемый сам по себе если вы бегать как усейн болт то вам в них будет нормально если вы просто ходите не спеша конечно вентиляция тут не будет при точно активность здесь практически нет окошек носовая часть имеет запаянный элемент который по идее должен защищать вашу ногу и большие пальцы и также структурность кроссовок от того чтобы ваша нога выезжала туда вперед вываливалась наружу и создавала излишнюю нагрузку по периметру но так как находится впереди такое чувство что вы будете тормозить только вперед то есть что вы будете тормозить сторону делать какой-то кроссовер боковое торможение здесь нет вообще ничего сам по себе вот этот материал он очень мягкий он очень гибкий он напоминает мне мои какие-то ультра бусты адидасовский в которых я просто хожу лайфстайла вообще не нам для бега очень сильно напоминает то есть это в принципе не очень баскетбольное строение мне это не нравится мне кажется странным применять здесь но я несу норм он только прямо у него нет вот это вот качение в стороны ему это не нужно добавок с внешней стороны имеется небольшой аутриггер почему небольшой то что где-то он около сантиметра и он является элементом интегрированным в пену его и здесь если вы посмотрите на проекцию вертикальной оси вы увидите что аутриггер находится глубже то есть он внутри он здесь не выходит за линию не является выступающим он является элементом ну как бы постольку поскольку здесь имеется какой-то пластиковый фиксатор пластиковая вставка и вот здесь вот имеется баллон зум видимый то надо что-то хоть сюда поставить на лебронах 15 нас игнорировали а сам леброн играл с такой штукой поэтому я не с такой же может в принципе тоже играть я не обращал внимание но эта штука не аутриггер который выполняет защитную функцию это просто как бортик дополнительный и как вы можете видеть здесь он по ширине стопы достаточно неплохой уровень но это все боковые стенки пены нога утоплена по линии черного материала на не выходит вовнутрь вот здесь вот под белом то есть ваша нога она как бы находится в лодочке но она находится по вертикали и это не очень хорошо и почему я вот заостряю свое внимание на носовой части что это чисто беговая тема вот это все это беговая тема закруглая округлая часть с внутренней стороны в принципе с выходящим протектором мы с таким сталкиваемся регулярно уже множество лет и это в принципе нормально но с внешней стороны аутриггер ниже уровня вертикальной оси это очень плохо это не хорошо вот этот элемент который поддерживает по идее стопу ну он немножко вот здесь захватывает вашу ногу здесь он является защитой для баллона не для вашей ноги изнутри вы можете видеть сквозные отверстия вот здесь то есть на двух кроссовках с внешней стороны для чего сделан этот туннель но чтобы вывод под этим углом могли разглядеть там выступающий баллон это нам конечно напоминает 34 джордан немножко 35 и совсем мало 36 но это примерно такое же строение и здесь два баллона отдельно стоящих круглых шариков не мы вернемся чуть позже что у нас сверху липучка резиновая надпись фрик в стилистике найки и птицы летящие на юг шнуровка шнуровка располагается в зоне более плотного материала эта сетка это уже не беговая структура это действительно плотный материал который находится в общем-то у нас по периметру по верхней части всей кроссовки нижняя петля сквозная здесь раз два три нейлоновые полоски и еще раз два три туннельные без люверсов есть перемычная одна петля в середине и в принципе 7 петель для низкой модели это очень хорошо у нас есть скрытый текст который можете почитать на паузе я не буду рассказывать мне очень интересно или пучка которая в принципе как мы понимаем с вами не очень-то выполняет какую-то сдерживающую функцию потому что ваша нога не зафиксирована в передней части здесь нет подпорок здесь нет и ваша нога будет ну не душ елозить и вываливаться но все же такой ключик на этой кроссовке две петли для надевания никакой возвышенной части здесь для разогрева ахилла углубленный элемент и сушек двусторонний зеркальный везде выступает пена его которая заходит и является неким подобием лодочки для вашей ноги но большей части в пятки это тоже как бы этого недостаточно это пена и пятка сама по себе имеют достаточно мягкую структуру у нас имеется стакан он скошенный примерно вот такой высоты внутри верхняя часть она все же эластичная она более плотная благодаря вот этому материалу типа джинсы но все же вот этот элемент немножко на пятки и посмотрите на подошву креативность креативность это худшая идея во всех протекторах но тем не менее здесь вот что тип термальной карты чем эти кроссовки подходят для яниса когда я не с наступает и делает свой супер евро степ ему надо чтобы его нога делала вот такое движение чтобы она его держала вот в таких вот элементах то есть он наступает передней части что происходит свой пятка вообще неважно никому потому что он уступил на переднюю часть сменил направление и уже двигается другую сторону вот так работает его нога по вот этим двум направляющим это идеальные кроссовки для евро степа евро степа не очень быстрого такого как у яниса такого экскаваторного типа потому что кроссовки ровно по этим направляющим и крутятся круто ли это ну мне такое не нужно мне в баскетболе такое точно не нужно евро степ евро степом но он может быть чреват потому что пятка намного более узкая чем передняя часть стопы здесь нет ничего только пена два баллона в передней части разделенные ну в принципе мы такое видели уже и на солджерах пардон на уитнесах несколько лет подряд тут говорить наверно не о чем если что они сделали видимыми эти баллоны очень видимыми очень видимыми хоть и прикрытыми второй башмак предварительно рушнурованы на нем я хочу вам показать замок то есть такой определенный символизм ключик замочек сам себя так сказать заблокировал сам себе помог внутри надпись на экзем фрик и у нас сапожок 60 65 процента длины стопы плохо видно вот так вот вот этот сапожок внутри не очень много набивного материала он находится в основном в верхней части стопы в углублении здесь зона для пятки все хорошо надпись night freak 3 больше показать здесь нечего я не буду доставать стильку в этот раз потому что под ней ну я заглянул интересного ничего про строчка как обычно у nike бюджетных кроссовках так себе поэтому об этом мы говорить не будем о чем мы будем говорить эти кроссовки весят меньше чем 400 грамм и это оценка 5 меньше 400 грамм это всегда пятерка потому что это очень легкие кроссовки но как вы увидели они легкие легкими но держать и фиксировать вашу ногу они просто не в состоянии их структура не позволит этого сделать чтобы вы не хотели возможно тейпы возможно какой-то фиксатор голеностопа вам может помочь возможно возможно у вас манера игры как у яниса тогда они скорее всего для вас но они точно не для широкой общественности они точно не для больших игроков больших в плане тяжелых и не очень динамичных как я не с которой как паровоз прямо только прямо а для тех кто хочет потолкаться покружиться на месте продавить вот таких больших я имею ввиду они не подходят поэтому я думаю что может быть первый второй номер и плюс ребята как янис могут это ценить и так фрики 3 ставим галочку ждем 4 с вами был серж до новых встреч а